всем привет друзья ну мы продолжаем отдыхать честной компанией закончили завтракать и конечно же я решила сегодня продолжать снимать для вас видео во первых спасибо всем огромное за ваши комментарии за вашу поддержку а за то что вы скучали по этим видео мне очень приятно и сегодня я хочу поговорить с вами красиво так сегодня хочу поговорить с вами на очень актуальную для меня тему вообще для каждого предпринимателя потому что мы будем говорить с вами сегодня о том каким образом мы можем повысить свои чеки о том каким образом мы можем больше зарабатывать потому что естественно что боль любого предпринимателя это я подумала чтобы не походить боль любого предпринимателя, это, собственно, то, что ему хочется больше денег, нам хочется больше денег. И это есть абсолютно нормальная история. Но каким образом это можно делать? Существует как бы два известных способа. Я как лектор даже могу жестикулировать. Существует два известных способа. Первое – это увеличение количества чеков, то есть делать так, чтобы у тебя покупало большее количество людей. И мы, в принципе, всегда все над этим работаем. Но особенно, если мы работаем с маленьким чеком, не важно, продаем кофе, чай или что-нибудь еще, то мы сталкиваемся с такой интересной вещью, что не всегда мы можем это количество чеков, ну, очень сильно увеличить. Не всегда мы можем сделать так, чтобы продавалось больше, больше, больше и еще раз больше. Будем принимать солнечные ванны, я же отдыхаю, вы помните. Вот. И второй вариант, который мы можем рассмотреть, это непосредственно увеличение чека, да, то есть сделать так, чтобы мы могли продавать дороже. То есть увеличение чека. Но есть еще одна история. Когда мы говорим об увеличении чека, очень часто мы говорим об апселлах, о дополнительных каких-то услугах и так далее, и так далее, и так далее. Но я стала замечать такие интересные вещи. Вот сейчас мы отдыхаем в этом отеле. Это отель класса лакшери. Он там стал в каком-то году относительно недавно лучшим отелем отдыха, ля-ля-ля-ля-та-па-ля. И он действительно очень классный и очень крутой. Я не знаю, сколько миллионов долларов, может быть, миллиардов сюда потрачено, я не знаю, потому что здесь все шикарно и всего очень много. И здесь есть очень много таких дополнительных услуг, опций, которые, ну, очень много дополнительных опций, иди ко мне, малышка, которые, в принципе, обычным людям не очень-то и нужны. То есть тут вам могут за дополнительные деньги, здесь делают какие-то супер-бранчи на кофе, днем, ночью и так далее, вам приносят в номер все, что вы захотите, вам могут менять постельное белье не один раз в день, а три раза в день. Ну, в общем, очень много штук всяких делать. И, естественно, что стоит это все приличных денег. И можно сказать, слушайте, ну, зачем мне все это надо? Вот, например, в спа, здесь мы вчера прошли по городу, и мы увидели, что спа за пределами отеля, такое вонюченькое, стоит в среднем в 10-20 раз дешевле, чем в этом отеле. Но, как вы понимаете, это совершенно разные спа. И вот если оценивать какие-либо услуги, исходя из ее стоимости, то можно говорить, что, ну, зачем платить за это больше? Но существует огромное количество людей, и этот отель, и сеть отелей, которая здесь есть, дорогая, тому подтверждение, потому что отель забит, что люди готовы за это платить. Можно выйти за территорию пляжа, купить себе в барчике что-нибудь там на 5 баксов и покушать. Но здесь в среднем чек составляет на человека 50 долларов нормального, хорошего ужина, и опять-таки количество людей большое. Давайте разбираться, почему так происходит. Так, мама чуть-чуть отойдет, а то дети умерли на солнышке. Пошли. Девочки, зайдите в тенечек, ладно? Итак, давайте теперь разбираться, в чем же суть, к чему я это все веду. А веду я это все к тому, что для того, чтобы мы могли что-то продавать дороже, и, соответственно, зарабатывать больше, наша задача очень мощно работать над нашим продуктом. Как работается над продуктом? Прежде всего, мы думаем о тех потребностях и тех болях, которые есть у наших клиентов, потому что клиенты, как вы помните, они всегда готовы платить за решение их проблемы. И чем круче это решение проблемы будет, тем больше они, соответственно, готовы за это платить. Вот это ключевой момент, потому что если мы просто повышаем ценность, не от чего, да, вот мы просто решили, вот мы делаем галима, но мы будем повышать, и пусть у нас будет дорого. Помните, существует такая история прикольная, когда в квартире сдается, в парадном сдается квартира, дорогая, и бабулька с соседнего этажа смотрит и говорит, так, у него такая же квартира, как у меня, она никогда там не была, и она тоже выставляет себе трешку баксов за эту квартиру, как у соседа Васи, там, или Василия Ивановича. Так у Василия Ивановича там джакузи, все дела, супермодно, и миллион долларов стоит унитаз, а у бабульки все, как сделано в 80-х годах. И вот этот нюанс, он очень важен, то есть, когда мы должны думать над тем, какую проблему мы решаем своего клиента, и действительно давать ему на эту сумму ценность. И тогда у нас есть все шансы постоянно повышать свой чек, но при этом делать продукт очень классным. Есть такая тема, что мы боимся повышать чек. Боимся, мы считаем, что нету тех людей, у которых есть деньги. Вот вы знаете, для этого вам необходимо почаще вращаться в тех кругах, где эти деньги тратятся. Вот классные отдыхи, заглядывайте в рестораны, заходите в дорогие магазины, и вы будете поражены, что не только магазины из серии АТБ, где все самое дешевое, или там копеечка, пятерочка, а есть шикарные супермаркеты, шикарные бутики, где людей огромное количество, и они тратят эти деньги. То есть у людей есть деньги, вопрос просто в том, можете ли вы дать для них классное и ценное предложение. А теперь возвращаемся все-таки к сути. Что вы можете сделать прямо сейчас? Естественно, что я тоже озадачилась этим вопросом. И как я уже говорила, и пишу в Инстаграм, если вы не читаете, обязательно подпишитесь, стратегически мы с Сергеем как раз именно на отдыхе очень много работаем над тем, каким образом мы можем улучшить продукт и, естественно, повысить свой чек. На сегодняшний день нашим бизнесом является наш YouTube-канал и наше бизнес-шоу, один из источников, в общем-то, наших денег и привлечения для нашей целевой аудитории, которые хотят становиться участниками шоу. Естественно, что мы сейчас очень много работаем над тем, чтобы следующий наш сезон, а мы так по сезонам работаем, ну, как бы для себя это позиционируем, чтобы следующий наш сезон был ярче. И вот мы подумали над тем, о каким образом мы можем сделать так, чтобы ценность сильно для наших участников возросла, чтобы люди, приходя к нам и платив деньги, получали для себя еще больше. Ведь когда мы только начинали, мне кажется, мне становится жарко, когда мы только начинали шоу, оно у нас было бесплатным. И заметьте, бесплатное вообще люди не ценили, хотя ценность была колоссальная, но людям было как бы страшно в лом, у них горела корона, потому что как же так, меня сейчас будут разбирать. И наши первые участники, они были бесплатные, они ушли после второго эфира, потому что не выдержали критики. Все остальные участники начинали вообще заходить, по-моему, где-то там с чуть меньше 40 долларов за выпуск. Ну, то есть смешная совершенно цена. Последние наши цифры были уже в 10 раз больше, и они продолжают расти. Наша задача вырастить в чек еще в 10 раз за этот год. Соответственно, вопрос состоит в следующем. Как сделать так, что дать нашим участникам, нашим клиентам, для того, чтобы для них это было целесообразно. Сейчас мы разрабатываем... Одна из идей, которая нас посетила, и которую мы будем внедрять в этот сезон, это давать не просто людям возможность работать с командой, а мы хотим, чтобы когда наш участник заходил, он 100% гарантированно получал для себя, например, в зависимости от той проблемы, которая у него есть, он получал сайт от профессиональной команды, сделанный, классно сделанный. Он получал классно настроенные рекламные кампании и понимал, его еще и обучали, как это все делается. Но это уже работало, и уже не сам он придумывал, как это делать, а уже профессиональная команда все это ему настраивала, обучала его. Он еще внедрялся в процесс того, чтобы вообще разбираться, проходил профессиональное обучение и имел уже и готовый продукт, и понимание того, каким образом это работает. То есть мы хотим очень много вещей добавить таких, которые, когда человек приходит к нам в шоу, чтобы после этого он выходил уже не просто со знаниями, пониманиями, стратегией, какими-то действиями, а он уже выходил совсем готовым. То есть по факту он получал уже свою идею, упакованную в бизнес или свой плохо работающий бизнес, хорошо работающий бизнес, и это можно было пощупать и увидеть. Огромное количество разных мыслей, я, к примеру, вам просто говорю, которые мы сейчас будем внедрять для того, чтобы а, повышать свой чек, и б, естественно, давать больше ценностей нашему участнику. Вот ваша задача, если вы хотите расти и идти по принципу увеличения чеков, а как по мне это одна из лучших стратегий, когда мы постоянно можем думать над тем, как стать дороже, мне это гораздо больше нравится, как работать над большими чеками, это постоянно работать именно непосредственно на той ценностью, которую мы можем создавать. Безусловно, есть неудачные ниши для этого. Там, где сложно что-то с этим сделать, потому что вы изначально направлены на эконом-аудиторию, на дешевую аудиторию. Здесь, конечно, гораздо сложнее. Поэтому тут уже решать вам. Я на сегодняшний день, например, не совсем вижу и понимаю, я уже сиделась, не совсем вижу и понимаю, каким образом можно зарабатывать много и вообще как-то зарабатывать на мелких чеках. Вот у меня недавно спросили, как вы относитесь к кофейням, еще к чему-то там мелкому. Я считаю, что это сразу же большие инвестиции, как и с цветами, потому что для того, чтобы все это открыть, нужно купить оборудование, арендовать места, нанять людей, сразу же вложить много денег и очень медленно их возвращать мелкими чеками. И не факт, что ты их вернешь, потому что есть и большая конкуренция, есть и специфика рынка, о которой ты знаешь или не знаешь. То есть я все-таки против этих моментов, где очень много мелких чеков, если только вы не можете построить производство, сделать плантации. Например, если мы говорили о цветах, а недавно мы говорили с человеком, который в этом бизнесе очень круто стоит и имеет отношение к аграрию, и вот мы говорили о том, что на цветах нормально, действительно можно зарабатывать, если вы продаете там их недорого и много, только в том случае, если вы сами имеете свои теплицы, если вы их выращиваете, то есть для вас точки сбыта своей собственной являются дополнительным источником, но вы еще мощный оптовик. А если вы сами на себя вот это пытаетесь все делать, то как-то не очень я вижу возможности для того, чтобы зарабатывать здесь серьезно. Поэтому мне иногда очень жалко, когда вы идете, очень много сил вы тратите, и мечтаете о своей маленькой кофейне. Пообщайтесь с моей подругой Кристиной Смирновой, которая, кстати, в прошлом году, с ней был выпуск зимой Happy Box, и она продала свою кофейню, свой ресторан, свои цветы. Пообщайтесь, напишите ей, если, например, вы не верите мне в эти вещи. Но я считаю, что для того, чтобы сегодня бизнес мог процветать, нужно все-таки ориентироваться, моя стратегия, ориентироваться на более большие чеки, а для этого постоянно работать над своим продуктом и думать, какую ценность вы можете добавлять для людей. Встаньте на место своего клиента и задайте вопрос, чтобы вот мне было интересно отдать за это, например, денег в два раза больше, чем сейчас стоит. Что там должно быть? Каким должно быть это предложение? Мне очень нравится такое выражение, устойчивое, глупо не купить. Я всегда стараюсь, когда делать какие-то предложения от себя, в обучении, еще где-то, каждый раз работать над тем, чтобы было глупо не купить, чтобы предложение само по себе было гораздо сильнее и заманчивее, нежели стоимость. Например, в нашем шоу мы понимаем, что по сути только создание сайта уже будет для участника стоить, если он будет это делать на стороне, классный сайт, а классный сайт – это залог, потому что если сайт галимый, нет смысла его делать, будет стоить дороже, чем все участие в шоу, чем получение маркетинга, чем получение кучи услуг, чем получение связей, а мы по-прежнему сейчас настроены на работу с тем, чтобы подключать к нашим участникам еще очень мощных экспертов по их теме, вы будете сейчас за этим наблюдать. Вот в этом и есть суть, что человек, сколько бы нам не заплатил те цены, которые мы выставим, он все равно получит гораздо больше. Безусловно, будут отметаться люди, у которых мало денег, но, простите, не наша ли цель как предпринимателей отметать людей, у которых мало денег. Всегда существует огромное количество предложений для тех, у кого мало денег. Наша задача – работать над своим продуктом, делать его качественно и привлекать тех людей, которые готовы платить эти деньги. Тем более, поверьте, этих людей огромное множество. Мне будет интересно услышать ваше мнение. Пожалуйста, мне очень приятно, когда вы пишете классно, здорово, но я обожаю ваши комментарии, я очень люблю ваши видения на те ситуации, которые я обсуждаю, поэтому сегодня предлагаю вам подключиться и написать, а что по этому поводу думаете вы. Возможно, у вас есть бизнесы, в которых вы не знаете, каким образом это сделать. Пишите свои вопросы, я буду тоже с удовольствием на них отвечать. Ну и, собственно, не забывайте, если вы вдруг впервые увидели мое видео, подписаться на наш канал, потому что впереди нас ждет новые сезоны бизнес-шоу, еще одно новое шоу, которое мы готовим, скажу пока для вас об этом, по секрету и вообще много всего. Моя цель сделать этот канал номером один в бизнесе, в реальном бизнесе, куда люди смогут приходить и получать достоверную, классную, реальную, практическую информацию. Мы будем с вами вдохновляться тоже, но вдохновения везде очень много. Я хочу заряжать вас на конкретные действия и давать вам конкретные шаги, что сделать для того, чтобы мы могли с вами зарабатывать деньги, шикарно отдыхать. Я каждый раз об этом вспоминаю, когда приезжаю на лакшери отдыхе, ну и вообще чувствую себя прекрасно. Так что подписывайтесь на канал, не забудьте поставить лайк этому видео, пожалуйста, я же тут жарюсь, тем более красивая, зацените, смотрите, какая красивенькая, нарядилась, все дела. Буду ждать еще ваших комментариев, ребят, все, пошла, потому что мои дети огорчены, они хотят срочно купаться, так что целую, ждите следующего видео, оно будет уже завтра, потому что я самый регулярный блогер на отдыхе, хотел сказать travel-блогер, но нифига я не travel-блогер. Все, ребят, пошла отдыхать, пока. Субтитры сделал DimaTorzok